В сегодняшнем видео я расскажу вам как всего за 5 минут отрастить себе вот такой вот шикарный просто конский хвост и понятное дело я его не отрастила из своих волос, то есть это искусственные волосы, которые я прицепила это уже готовый хвост, который вы просто оборачиваете вокруг своего, в моем случае, мышиного хвостика и он превращается просто вот в такую шикарнейшую прическу и я всегда мечтала о такой длине, но у меня это просто не судьба и для меня нет другого выхода, кроме как вот такие вот искусственные волосы вернее как искусственные, они на самом деле натуральные, это натуральные волосы и на ощупь они вот просто как мои в самые лучшие времена, наверное потому что они очень гладенькие, очень красивые, но в то же время это не синтетические волосы которые все равно вот видно, что они как бы не настоящие а эти просто не отличить от моих собственных и в то же время вот такой вот конский хвост это самая простая прическа, которая может быть, но при этом очень эффектная я сейчас так смотрю, хвосты на самом деле очень сильно вернулись в моду они, наверное, никогда по сути из моды не выходили потому что это ближе, наверное, все же к классике, нежели к каким-то трендам но тем не менее, я смотрю, что сейчас это настолько на пике популярности и в моде различные вариации этих хвостов то есть от какого-то очень такого зализанного, прилизанного хвоста который прям вообще вот как шелк просто выглядит на голове так и более такой вот неряшливый вариант, который вот сегодня на мне и мне неряшливый вариант нравится больше даже не потому что он проще, а потому что он как-то немножко более объемно выглядит на голове и, скажем так, вот такие прилизанные хвосты далеко не всем идут поэтому вот такие вот как бы неряшливые, мне кажется, очень классно спасают ситуацию ну и плюс я далеко не профессиональный парикмахер поэтому для меня, если есть возможность допустить какую-то неряшливость то меня это лично даже спасает поэтому я вам сегодня покажу, как вот просто за 3 минуты сделать вот такую вот классную прическу но перед тем, как мы с вами перейдем к прическе если вы здесь впервые, обязательно подписывайтесь на мой канал сделайте это прямо сейчас потом забудете, будете жалеть, вот 100% надеюсь, что вы сейчас это сделали поэтому давайте уже переходить к прическе и первая часть создания этой прически на самом деле будет самая сложная потому что нужно сделать какой-то красивый хвост, чтобы это классно смотрелось причем, что у меня волосы короткие и у меня вот эта вот задняя часть вот это будет, конечно, проблема чтобы ее как-то красиво спрятать и что-то, в общем-то, придумать поэтому первое, что сейчас я буду пробовать это текстурирующий спрей у меня это от Лакме называется он Sea Mist и для того, чтобы придать какую-то текстуру волосам я его слегка буду использовать и именно ближе к корням, потому что именно здесь мне и нужен объем этот спрей сразу добавляет объем и можно даже потом вот слегка даже сделать какой-то дополнительный начес вот видите, я особо не стараюсь, в принципе, да то есть я делаю это очень в рандомных секциях каких-то челку я хочу оставить а вот это все я хочу забрать в хвост свой нижний слой я максимально стараюсь пригладить потому что он мне как раз-таки не нужен здесь такой распотрошенный а вот распотрошенный вверх меня больше устраивает очень плотно сейчас буду завязывать все резинкой и тут еще немножко поиграю с объемом то есть вытаскиваю какие-то прядки чтобы где-то что-то было более неряшливо может быть даже вот эти вот штучки стоит оставить или заправить их ну как-то, в общем-то, поиграться нужно с объемом теперь что касается вот этой части я подкалю это все сейчас невидимками и будем с вами уже цеплять хвост хвост цепляется элементарно просто сначала я продеваю крючочек в мой хвостик а потом вот так вот все обворачиваю и вот эта прядка, которая отдельно специально осталась мы ее оставляем и теперь будем обматывать вокруг нашего хвоста последнее, что я сделаю это возьму немножко кокосового масла у меня это масло от Гош и немножко так разотру между ладошками и пройдусь по этому хвосту потому что волосы это натуральные это не искусственные волосы они очень классно смотрятся то есть действительно такое впечатление что это мои волосы но за натуральными волосами естественно нужно ухаживать и как за своими тоже чтобы они выглядели красиво и просто мне кажется после масла они вообще такие становятся как шелковые приглаженные и очень-очень красиво выглядящие и вот так вот грубо говоря за 3 минуты у нас с вами получилось сделать офигенную просто прическу очень эффектно этот хвост выглядит на самом деле и если вам нужно срочно появиться на каком-то мероприятии и выглядеть просто на миллион долларов но при этом времени на парикмахерскую не осталось то мне кажется, что вот это это просто, наверное, самый лучший вариант который только возможен единственная подковырка здесь может быть только в оттенке то есть очень важно подобрать правильный оттенок этого хвоста для того, чтобы он выглядел органично сейчас на рынке очень много разных вариантов прицепных волос есть и прядки отдельные есть и вообще целые парики есть и вот такие вот хвосты и я пробовала из этого все у меня был и парик у меня есть и вот такие вот на прядках волосы но вот именно вот этот вариант я вижу, что я реально могу его использовать потому что это совершенно не сложно это абсолютно не геморройно и выглядит просто сногсшибательно у меня никогда не было своих вот таких вот волос я всегда мечтала, чтобы они у меня вот такие были и мне кажется, что где не появишься с таким вот хвостом все 100% будут обращать внимание и 100% здесь не обойдешься без комплиментов если вас заинтересовали эти волосы то я конечно же оставлю на них ссылку как и всегда на все, о чем я говорю в видео я всегда оставляю ссылки поэтому всегда проверяйте инфобокс там вся информация максимально для вас заполнена если вас это заинтересовало зацените, потому что мне кажется что это действительно очень классный вариант а на этом видео я буду заканчивать очень надеюсь, что оно вам понравилось обязательно поставьте палец вверх если так и было и конечно же не забудьте подписаться на мой канал если вы до сих пор этого не сделали мы тогда увидимся в следующих моих видео субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...